Всем огромный привет, друзья, на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в России, Санкт-Петербурге, со своим супругом из Эдди Халидом и маленькой дочкой Амили. Пока мы не начали, для тех, кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и прокомментировать. Оставить абсолютно любой комментарий. Это очень сильно поможет мне в продвижении канала. Все, друзья, ребенка я в садик отдала. И прошла уже неделя, как она находилась в учебном дошкольном образовательном учреждении. И у меня есть что рассказать. Ну, во-первых, первый день прошел замечательно. Я уже была, подумала, неужели период адаптации нас минует, и она будет радостно бегать в детский садик. Но не тут-то было. Первый день она, в принципе, себя вела хорошо. Она чувствовала себя прекрасно. Ей мама тоже была не очень нужна. А вот последующие дни уже были достаточно тяжелыми. Она не очень хотела идти в детский садик по причине того, что она будет по мне скучать, будет скучать по мультикам, по каким-то домашним играм. После обеда я ее забираю. Это где-то примерно 12.30. По мне, так, садик прекрасный. И у меня не было никаких вообще претензий к детскому садику, к нянечке, к воспитателям. Я считаю, что все просто максимально этично, максимально прекрасно. Нянечка помогает деткам есть. Если кого-то нужно покормить, она кормит. Если кому-то нужно в чем-то помочь, она обязательно помогает. Привет! Ну, расскажи нам про детский садик, про свой, в двух словах. У меня большой детский сад, и там площадка, и я там не ем сама. Не ешь сама вообще? Да. И я скучаю по маме, и даже не хочу спать там. Потому что я большая девушка, и такая я. Вот такая, да? Примите меня такой, какая я есть, да? Да, и я еще не такая выросла. Ну, расскажи тебе, а тебе что-нибудь нравится в детском садике? Да. Что, например? Площадка. Еще что? Игрушки. Воспитатели хорошие? Да. Я читаю книги, мы займаемся, мы идем гулять, кушаем, а потом за нами мама переходит. А какую песенку вы учили? Помнишь, ты мне пела? Васильек, Васильек, мой любимый Васильек. Васильек, Васильек, мой любимый Васильек. Тебе понравилось? Да. Еще будешь ходить? Иди отсюда. Вот такое мини-интервью у нас получилось с этим безумным подростком. Я думаю, что у нас все получится, и она будет в восторге от детского садика, как минимум, потому что она, ну, очень сильно любит детей, она любит с ними играть, проводить с ними время, поэтому рано или поздно ей все равно понравится. Я большой волк, вы, привет. Привет, я большой волк. Я хочу еще кушать, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Господи. Единственное, что мне не пришло по душе, обязательные условия посещения школы, это знания, которые дети получают в детском садике, букв и цифр. То есть они уже должны знать буквы, они должны уже читать и уже должны начать считать. Понятное дело, что мамы занимаются этим, но для меня было немножечко удивительно, что это обязательные условия, и я бы даже сказала, некое правило для поступления в школу. Я, когда ходила в детский садик и, естественно, пошла в первый класс, у меня такого не было, и нас всему обучали в школе, и как минимум я помню о том, что ранее говорили, о том, что не учите заранее самостоятельно читать, писать и прочее. Мы всему научимся сами. Ну, а что касается дополнительного образования, я вам уже рассказывала, она все так же будет продолжать ходить здесь, в Питере, на балет, и так же будет продолжать ходить в русский музей. Мы уже забронировали место, я уже все оплатила, то есть все ребенок с октября уже будет заниматься и тем, и тем. Так что, отвечая на вопрос, кстати, тоже, да, про Мубай, мы когда приезжаем туда, дополнительных занятий у Амилюши нет, именно там непосредственно, но есть онлайн дополнительные занятия, да, я поддерживаю ее образование, независимо с того, в какой стране мы находимся, слава богу, онлайн можно пойти в любое, получить образование, и для детей, в том числе, рисование, и пение, и даже спорт, то есть, как бы делайте, что хотите. Поэтому на тот момент, пока мы находимся в Индии, ребенка есть образование, и она не стагнирует, так сказать, и не деградирует. Но, тем не менее, конечно, было бы здорово, если бы было место, куда я могла бы ее отправить, но пока ни я, ни Харь, такое место в Мубай не нашли. Поэтому, как хорошо, что у меня ребенок пошел в детский сад здесь, в России, она, ну, и мы и планировали отдать ее в детский садик, и, конечно же, школу тоже она обойдет здесь. А суббота, воскресенье, мы проваляли с ней дурака, и единственное, куда мы сходили, это я отвела ее отпраздновать, так сказать, ее первые недели, купила ей все, что она захотела. В общем, я вам сейчас покажу. Сегодня Милюша попросила заказать ей картошку фричевую, я обычно не очень люблю делать, и я не халит. Но так, как я обещала, поэтому обещание я сдержала. Но заказала вместе с куриной котлеткой и огурчиками. Ну и, конечно же, молочный коктейль, куда мы без него. В общем, ребенок остался довольный, я попила просто кофейку. Джонни, Джонни. Нет, пап. Нет, мама. Попрессирует грибы? Нет, мама. Попрессирует грибы? Нет, мама. Попрессирует грибы? Нет, мама. Забыла еще совсем вам показать небольшую распаковку. Я купила несколько вещей для Амелии в детский сад и хотела вам показать. Потому что мне показалось, что это просто полнейшая милота. И что вы думаете? Какой образ вам понравился больше всего? По мне вообще хороши все три. У Милюшки тоже есть фаворит. И догадайтесь, какой кто смотрит и знает ее любимый цвет. Я думаю, вы догадаетесь сразу же. И еще одна вещь, которую я купила. Это как раз таки к адаптации к детскому садику. Это вот эта книга. Она, я думаю, спасет нас от того, что адаптация пройдет намного быстрее. Я очень на это надеюсь. Потому что я ей рассказываю, показываю, читаю. В общем, питатели говорят о том, что все, что я делаю, должно привести к быстрой адаптации. Ну, посмотрим. И, конечно же, я хочу вам показать, чем занимается мой муж. Он уже улетел в другую страну. И я вам покажу, в какую. Доброе утро, друзья. Ну, вот и все. Халид уже в дороге. Он едет сейчас в аэропорт. На улице 6.30 утра. Мы с Милюшей уже спали, поэтому не проводили его. Проводили, имеется в виду, по телефону. Мы обычно с ним всегда на связи, всегда разговариваем. А в этот раз он поехал уже без нас в Таиланд. У него работа связана с постоянными передвижениями, с поездками. Очень много различных мероприятий, презентаций. И поэтому вот снова он в дороге. Меня удивило то, что в Мумбаи до сих пор дожди. Я помню, раньше такого не было. Но несмотря на то, что дожди, все равно очень жарко в городе. Аэропорт, как всегда, ничего не поменялось. Здесь очень много людей. Ну вот и все. Он все сдал, прошел контроль и готов двигаться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Он уже приземлился в Бангкоге. Я помню, мы уже с ним были несколько раз в Таиланде. В Бангкоге лично я не была. У меня была там пересадка. А вот Халит уже был. И я исключительно делала пересадку из Бангкога в Куке. Мы были там очень много лет назад. Наверное, лет 10, если не больше. И решили, что нам нужно повторить наше путешествие и поехать туда. Всем снова уже втроем. Изменились цены в Бангкоге, в Таиланде. Стало намного все дороже. Здесь Халит рассказывает о том, что он уже прилетел. И полет был нормальный. Единственное, он немножко приболел. И чувствует себя не очень хорошо. Но оно и видно на самом деле по его лицу, что он устал и болеет. Ничего страшного в обычной Орби. Район просто замечательный. Мне очень понравился. Чистенько, уютненько. И хороший, конечно же, отель. Халит сказал, что все очень прошло быстро. И это уже его комната. Комната большая. Для семьи идеально. Но и, в принципе, и для одного тоже очень даже хорошо. Как обычно в Таиланде сервис на самом высоком уровне, я считаю. Еда в номер, напитки. В общем, все, что вы хотите. Халит лекарства и кокосовая вода. В Таиланде этого, конечно, с избытком. Единственное, что мне не понравилось, это душевая. Она как-то находится далеко от уборной. Ну, а это уже Халита ужин. Он успел заказать, как только приехал. Единственное, хочу отметить, что действительно в Таиланде просто восхитительные фрукты. Нигде больше я не пробовала таких сладких и сочных фруктов. А это наш с ним любимый магазин. Мы когда отдыхали в Таиланде, мы частенько туда бегали за продуктами. И это было наше любимое, кстати, молоко. Это сладкое молоко с различными, с клубникой, с шоколадом. Но в этот раз он просто купил салат с семгой и овощами. Обычный салат, листья салата. Ну и фруктов. Я вам уже про них говорила, он здесь показывает чуть поподробнее. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее видео. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк этому видео, подписаться и оставить какой-либо комментарий. Я буду очень вам рада. Пока-пока!